Заехали в отель на Пангтау с видом на лагуну. Очень много гуляли, осматривали окрестности, отдыхали на безлюдном пляже с кучей кафешек. Кричали закат и очень вкусно завтракали. Катались на личном тупуке спорта на пляж и по окрестностям. А цены на отели теперь можно узнать у нас в телеграммках. А начнем мы наш обзор с парковки. Прикиньте, мы впервые такое видим прямо как бы в Японии. Здесь двухэтажные парковки. То есть ставишь машину и если не хватает места, ее могут поднять вот туда на второй этаж. Прикиньте, автоматическая двухуровневая парковка. Мы чекинемся, заехали в Хилтон Гарден на Бангтау. Но здесь явно есть трансфер, потому что приехал тук-тук и все собираются садяться в него. Я думаю, что до порта Депхукет есть трансфер, до пляжа. Но сейчас еще точно узнаем все. Заполнили документы, сидим ждем. Напиточки нам пока приветствовали, никакие не принесли. Отель видно, что маленький. И интерьер очень новенький и приятный, современный. Но ресепшн безумно маленький. Но они умудрились сюда вставить шоп. Магазинчик есть, можно прикупить себе что-нибудь. Смотрите, тут чипсики с дороги. Кто хочет, чтобы в магазин далеко не идти. Чтобы вы оценили размер лобби. То есть это лобби, а дальше уже начинается помещение для завтрака. Депозиты не 3000 бат, а 5000 бат. Нам выдали номер раньше времени. Это вообще чудеса. Каждый день у нас не является. Так, нам выдали третий этаж. Карточку носите с собой, потому что здесь система. Рифт работает только с карточки. Номер нам, кстати, выдали сразу же по тайским меркам. Это чудеса и волшебство. Потому что обычно они выдают там либо в 2 часа дня, либо в 3. А здесь нам выдали раньше времени. У нас номер 318. Мы уже заглянули, пока шли. Номер безумно маленький. Без балкона. Но зато окно панорамное. Но я на самом деле люблю, когда вид на джунгли, на заросли. В принципе, видом я довольна. Но номерок просто очень-очень малюсенький. Да? Вообще. Давно мы в таких маленьких номерах не были. Но мне нравится, что новый, уютный. Но балкона, конечно, не хватает. Аня уже себе выбрала, видимо, где будет проводить все свое время. Так. Ну, кровать, кстати, довольно большая. Постельное белье красивое, наглаженное. Все очень чистенько. Посторонних запахов нет. Но, слушайте, ну очень мало, конечно, места для троих. Вот номер для двоих вполне себе или для одного. Так. Ну, ванна тоже, слушайте. Самая, наверное, маленькая ванна. Но все равно как-то приятно. Мне нравится, что вот запахов. Я повторюсь, никаких нет. Все четенько. Все красивенько. Но вот очень, прям, слышите, очень маленькое помещение. То есть душ. Все, конечно, чисто, красиво, удобно. Вот смотрите, какие-то вот, ну, красиво выглядят, да, стильненько. Хороший, новенький душик. Но места катастрофически мало, не хватает. То есть, ну, как бы, вот, бывают, знаете, такие номера вроде маленькие, но это не ощущается. А здесь, ну, давит, я вам скажу. Ну, то есть, как будто даже, вот, ну, короче, очень мало места. Вот, и шкаф маленький, то есть вещи некуда особо разложить. А второй момент, что, смотрите, ну, не помыто окно, то есть оно такое довольно... А еще я в номере не нашла халатов. Я вот, если честно, не люблю шкафы открытые, да, потому что мы... Ну, я люблю раз в шкаф положил все, и чтобы не видно было. Здесь надо все красиво развешивать. В общем, тратить на это время. Сейф бесплатный, я забыла сказать, тапочки есть. А вот халатов нет. Это, конечно, минус, но я спрошу, может быть, по запросу. Воды только две, то есть обычно выдают две и еще две, чтобы зубки почистить. Но здесь только две воды питьевые. Ну, и, понятное дело, все есть приспособления. Но это в каждом отеле, я даже не знаю, не надо показывать. Ну, такие шкафы хорошо, чтобы не потерять штаны. А то мы... Ну, одежду, чтобы не потерять. А то мы один раз, как мама нам, половила штаны в шкаф и забыла. Уехали в итоге, и они там... С халатами разобрались. Смотрите, они есть, очень комфортабельные, приятные. Слушайте, мы уже прогулялись по отелю, конечно, вам тоже все покажу. Но ясно одно, здесь я сделаю очень и очень много видео, которые у меня накопились с Каулака, со всего Фукета. Ну, кто не знает, а то некоторые, я так поняла, по комментариям смотрят видео и думают, что это я одно видео выложила. На канал не заходят. И, ну, по комментариям понятно, что как будто люди думают, что я в одном отеле побывала. Нет, мы в каждом отеле проживаем по 6-7 дней. Поэтому вы, пожалуйста, заходите на канал, смотрите, там кроме отеля еще огромное количество достопримечательностей. Мы практически все объехали. Я потом это все... Сейчас я пока добавляю плейлисты в подборке, на Дзене, на Ютубе. Ну, если кто на Дзене есть и хотите меня как-то отблагодарить, если я вам вдруг помогла. Смотрите, пожалуйста, подписанными видео на Дзене. Дзен какие-то там копеечки, рублики платит. Немного, конечно, но все равно приятно, что ты хоть что-то получаешь, потому что рекламы... Что-то я никакой пока не нашла. Может быть, есть какие-то знакомщики рекламы, пишите, СММщики. Я пока ничего не нашла, никаких предложений у меня не поступает, ну, в плане Ютуба. С Инстаграмом, на который я не разбиваю, там вот как-то больше рекламы. Ну, в общем, интересно, я думаю, может кто-то из АСМщиков будет смотреть. Ну, в общем-то, заходите на канал, смотрите. У меня огромное количество видео. И Турция, там около 500 отелей, обзоров. И Таиланд, я уже засняла огромное количество. И Каулак, и Таиланд, и на каждом пляже мы, мне кажется, уже все-все-все отели объехали. Вот, смотрите, каждый пляж я отсняла. Я потом как-нибудь объединю все это в одно видео. Пока добавляю только в подборки или в плейлисты. Ну, в общем-то, а потом я все, когда мы уже все-все достопримечательности объедем, мы уже все объехали, а остался Каусок. Может быть, к моменту выхода видео мы уже съедем. Ну, в общем, я хочу большое такое видео выпустить. Вы, пожалуйста, заходите на канал, смотрите, выбирайте отели. Огромное количество подборок я разделила по пляжам. То есть, ну, там, пляж Ката, и вот какие отели на пляже Ката есть. Заходите в плейлисты, потому что в Ютубе нет поиска по обзорам. Ну, то есть, нельзя посмотреть, грубо говоря, мои обзоры. Если вы напишите какой-то вас интересующий отель, он показывает общий поиск. Вот, и поэтому я разделила все на плейлисты и по пляжам. Заходите, в плейлистах очень удобно смотреть. Чисто Таиланд, чисто Турцию, Египет. В общем-то, заходите, подписывайтесь и пишите комментарии. Отель без территории, поэтому мы сейчас пойдем гулять. Немножко преодолеем часть без тротуара. Пойдем покажем, какие есть окрестности в пешей доступности. Вечером сходим в порт Эдепхукет. Повсюду ходит трансфер, но мы пешочком тоже прогуляемся. Это единственное место на Пхукете, я имею в виду лагуну, где можно прогуляться, не маневрируя между байков. То есть, вот мы идем по дорожке. Для кого-то, кто не был ни разу в Таиланде, будет шоком увидеть, что я снимаю и восторгаюсь дорожкой в дороге. Но это так, для Таиланда это просто невообразимо. Чтобы вы вообще понимали уровень, здесь есть дорожка отдельно для пешеходов тротуар и для велосипедов. Это умопомрачительно для Таиланда, что есть дорожка. Я уже снимала подробный обзор в кассе. Для тех, кто хочет атмосферного видео по лагуне, обязательно смотрите видео Кассио, перематывайте. Может быть, вот эти тайм-коды оставлю, потому что я заболела в халате, расхоживать не буду. А там как красиво получилось, зонтиком. Ну, в общем-то, для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу, прогуляться вокруг озера, рекомендую посмотреть. Ну и вообще сравнить Кассио и Хилтон Гарден. Но самый классный здесь отель, не знаю, видно название или нет, Саи. Он здесь, наверное, самый первый, который появился у озера. Вот она, Кассия уже идет. А в Саи, я почему его решила вам показать, мы туда сходим, можно его посетить. Даже если вы там не живете, за отдельную плату вы платите и можете целый день провести в отеле. Кстати, довольно частая практика в Таиланде, в тайских отелях, что вы можете заплатить и пользоваться территорией отеля. Либо есть, ну, вич-клабы какие-то. Ну, то есть, это нормально здесь отдыхать в отеле. И я вообще вот здесь смотрю, многие люди, ну, кто живет, да, они как-то, ну, в отеле и не ездят. А мне кажется, что классно там тоже день рождения отпраздновать. У тебя шведский стол, завтрак, классно, чем просто в рейстик сходить. Причем здесь хороший ресторан будет стоить дороже, чем хороший отель. Ну, в общем-то, я здесь кратенько, да, вам покажу, что тротуары есть, велосипедные дорожки есть. Спускаемся к озеру, можно прогуляться вокруг озера. А если вы хотите посмотреть такой обзор атмосферный и более подробный, смотрите лагуну в Кассии. Ну, в общем-то, вы смотрите обзор подробной лагуны в отеле Кассии. Он уже вышел, выпуск есть на канале. Не знаю, вам сейчас видно или нет. Я решила показать. Рыбки плавают, и у них так глазки там торчат, они дышат носиком. У меня, к сожалению, камера не приближает. Короче, какая-то прикольная, необычная рыба. Вон, видите, такие высунутые носики. Трубочка такая как бы высунута. Прикольно вообще, ее так много. В общем, рекомендую вам обязательно прогуляться вокруг озера, тем более, что очень удобно. Но это мы идем сейчас в сторону пляжа. Вдруг вы захотите прогуляться пешком до пляжа. Мы же с вами ездили на пляж на трансфере. Вот, но вполне себе можно прогуляться пешком. Очень удобно, приятно. Я, знаете, когда впервые увидела лагуну 4 или 5 лет назад, я, конечно, была вообще поражена, что такое место есть в Таиланде. И вот, знаете, для долгосрочного проживания, для, ну вот, как бы длительной такой, или если вы уже посмотрели весь Таиланд, все достопримечательности объехали, я бы ездила сюда отдыхать, потому что очень классный пляж. И прогуляться есть где, вон, всякие мостики. Здесь за всем ухаживают, гольф-поля. Здесь есть отличный спортивный центр, фитнес-центры. Ну, в общем-то, это такой, я не знаю, как город в городе, да, такой очень цивилизованный, приятный и комфортный для проживания, прогулок, особенно вот кто с колясками, с детьми. Ну, в общем, вы поняли, я районом восхищена. Опять же, вот сравнить его можно только с Найхарном, но Бангтау лучше, чем Найхарн, мы все-таки пожили. Но почему-то все, кто долго живут, выбирают почему-то именно Найхарн. Не знаю почему, здесь там много комфортнее, а цены, ну, они примерно одинаковые. На Найхарне тоже очень много конда, там тоже есть озеро. Но здесь ты как-то гуляешь, получаешь удовольствие от прогулок, как-то все очень, ну, продуманнее и удобно. То есть там у вас таких дорожек не будет, там только вокруг озера дорожка, и то, ну, как-то не очень. Там вот, знаете, здесь все-таки люди как будто приезжают и приезжают на долгий срок отдыхать. А на Найхарне как будто все на работу приезжают. Там такая рабочая обстановка, все работают, приходишь на площадку, вот я первое, что заметила, все разговаривают о работе, что-то продают, что-то там все занимаются. А здесь все отдыхают, даже те, кто работают, они здесь отдыхают. Но все равно на каком-то релаксе таком. И вот чтобы вы понимали уровень развития лагуны и отличие его от всего Пхукета, здесь есть не детская площадка, а площадка для собак. Эти проблемы с детскими площадками, их всего несколько вообще на весь Пхукет, но там на каждом пляже некоторые уже развалились. Ну, в общем-то, в лагуне есть, ну, не только детские площадки, но еще и для собак площадки. Это просто что-то невероятное. Ну, в общем-то, вы поняли, что райончик прям огонь. Но вот опять же, выбирать там, как бы для долгосрочного, это, конечно, лучше не найти. Для тех, кто едет в первый раз, я тоже рекомендую всем выбирать именно лагуну. Не сам район Бангтао, а именно лагуну. Потому что некоторые, ну, как бы думают, о, Бангтао, все такое. Нет, это только райончик. Именно вот лагуна и все, что здесь находится. Чем хорошо жить в лагуне, что даже если вы живете в отеле вообще без территории, вы вышли, и это, ну, наверное, самая лучшая территория, которая вообще есть на Пхукете или в Таиланде. Ну, то есть, получается, что... Ну, вы просто представляете, что вы живете в корпусе, да? И вы вышли из него, и вот эта территория, ну, грубо говоря, отеля. То есть, не бойтесь здесь смотреть отели без территории, потому что здесь есть вот такая божественная, интересная, классная, насыщенная. Самый, конечно, главный плюс – это то, что здесь можно покататься на роликах, на самокатах, на велосипедах. Мы с Аней собрались поехать на пляж, уже готовы. Ой, сейчас здесь, представляете, слон проезжала. У меня на убыстренном включилось, так жалко. Слоника маленького везли. Ну, а мы ждем наш трансфер. Он вот здесь у входа останавливается. В общем, хотела вам показать трансфер. Мы ждали, ждали, думаю, да правда, что ж так долго? Потому что обычно выходишь, садишься и едешь. Он работает как такси. То есть, ты садишься и говоришь, куда тебе нужно. Он как бы не по времени ходит. А, например, ты едешь на пляж, садишься и говоришь, мне на пляж. Или там в порт-эдэп-пукет. Ну, короче, грубо говоря, так бесплатный тук-тук. Очень удобно на самом деле. Но сейчас мы, к сожалению, попали в его перерыв. Он на ланче. Ну, там сколько, наверное, у него минут 30-40 будет перерыв. Это нам просто не повезло. На самом деле, трансфер очень удобный, потому что работает пост-допрос. У него есть маршрут, как бы, точки, в которые он ходит. Вы говорите, куда вам надо. И он едет туда, куда вам надо. Ну, а мы с Аней пойдем пешком. Здесь есть очень неудобный участок. Нужно пройти вот по такой дорожке, ну, без тротуара. А дальше уже мы там перейдем. Вот этот кусочек, он без тротуара. А дальше уже полностью оборудовано все тротуарами. Очень удобно. И даже есть велодорожки. А еще в сентябре, октябре, в этот раз в октябре, проходит вегетарианский фестиваль. Я делала анонсы в телеграм-канале. Тоже подписывайтесь. Я туда выкладываю, ну, всякие фестивали и так далее. Вот сейчас вегетарианский фестиваль. Проходит. Основное празднование происходит в Пхукет-тауне. Но там очень густо населено все. И оказывается, я так переживала, что я не попаду. Потому что это довольно интересно. Там участвуют бирманты. Это народность, которая здесь рядышком проживает. Они, правда, не очень дружат. И тайцы, на самом деле, их используют больше как рабов. Но у них очень интересные традиции, культура. Это вот люди, которые в шею вот эти кольца одевают. Да, и длинные шеи делают. Но, в общем, на вегетарианском фестивале вы всех этих людей сможете увидеть. То есть, ну, это очень такой интересный, красивый фестиваль. Он проводится бесплатно. Ну, вот, следите за датами. Обязательно вам покажу. Потому что они приезжают в Болотовин 20 октября. Ну, когда это видео уже выйдет, будет 20-е, конечно. Но не приключайтесь. Обязательно посмотрите. Я думаю, будет очень интересно. Вот, как видите, очень легко передвигаться. Ну, с детьми мало кто в этом отеле, конечно, будет. Мы идем на пляж. Ну, спешим мы на пляж. Проходим Кассию. Обзор ее тоже есть. Уже на канале выложила. Обязательно смотрите. Он, наверное, здесь один из лучших комплексов. Завтрак немножко у них подкачал. Выбор там большой. Ну, в общем, посмотрите. По пути мы сейчас зайдем в магазинчик. Раньше здесь был Family Mart. Если Кассию кто смотрел, там еще был Family Mart. А вот буквально неделю назад здесь магазин Tops Daily теперь появился. Это к лучшему. О, здесь, смотрите, какие-то в лагуне всякие празднования проводятся. Бесплатные шаттлы ходят. Бот-авеню. То есть вы, например, сюда пришли. О, смотрите. Интересно. Бодистрейшинг. Канал Village. Я говорила, что по лагуне ходит шаттл бесплатный. Вот он возит по определенным. Вот с этого места у Tops Daily как раз. Вот Горелла к лучшему изменилась. Потому что теперь здесь есть от Tops винная галерея. И они очень вкусные всякие. Продают уже сделанные штучки. В общем-то в пешей доступности есть отличный супермаркет. Теперь Family Mart как бы он попроще. А Tops Daily он более такой, ну, насыщенный. Здесь очень много всего. Стараюсь их не снимать. А то немногие, ну, как бы не очень любят. Замазываю всегда. Ну, в общем-то, все здесь можно купить. Это алкоголь. Какая-то кулинария даже есть. И даже есть вон винотека. Ну, в общем-то, все-все-все вы здесь можете купить. Ну, я не знаю, что там супермаркет показывает. Везде такие супермаркеты есть. Интересно будет тем, кто хочет купить сувениры или какую-то тайскую косметику. Кто разбирается. Вот я хочу обзор сделать, да, какой-то фармакологии такой, которая присутствует в супермаркетах. Правила не сильно действующие препараты. А в основном БАДы, ну, для гастроэнтерологии что-то. Максимум, там, активированный уголь. Либо, ну, травяные какие-то настойки и мази. А если кто не знает, в Таиланде можно приобрести лекарства только на территории больницы. То есть даже в аптеках по рецепту вы ничего не приобречете. Только в больнице, ну, такие серьезные препараты выдают. Ну, Ань, ждешь? Мороженое, как в Макдональдсе. Класс. Мороженое из автомата взяла. А я люблю очень этот напиток. И вот где-то делают из настоящего лимона, а где-то просто, ну, вот порошочек вот этот, как он называется. В общем, вы поняли. И кислота, аскорбиновая кислота. Посмотрим, как здесь. Но все равно вкус. В общем, даже если вы приехали и только на завтраках перекусить, снеки все есть, ресторанов полным-полного. О, ну, в общем, они сделали не из настоящего, просто аскорбиновая кислота. Потом цитрус с медом. Ну, типа сиропа. Ну, столько его налили. Вообще у них вот вкусовые рецепторы атрофированные. И они все очень сладкое делают. И я забыла сказать, ноу-свит. И просто мырвый глаз очень приторно. В субботу и воскресенье по выходным в местечке канал Виллоч, ну, вот как раз где Топс Дейли, вот конкретно здесь открывается рынок приезжий. Ну, он такой, наверное, самый худший из тех, что мы видели. Но для разнообразия можно, конечно, посетить. А они вот здесь надувают батуты для детишек. Ну, в общем-то, с детишкой можно прийти поиграть. Ну, как видите, дорога очень приятная до моря. То есть вполне себе можно прогуляться пешком, особенно если немножко пасмурно и не так жарко. Даже приятно. Дальше, смотрите, мы вот по такому пути ходим. Можно вокруг пройти, а мы срезаем по мостику. Он качается тоже за развлечения. Опять тропинка заканчивается. Тротуара нет. Идем по дороге. Это, конечно, такие два не очень удачных участка дороги. Но все равно здесь нет такого сильного движения, как на знаменитых пляжах Корон, Патонг и Ката и Найхарн. Поэтому здесь все равно более-менее безопасно ходить вдоль дороги. Ну и, в общем-то, парковка здесь есть, если что, кто с машинами. Но в сезон, я думаю, здесь не найдете места, уже нет места. Ну, в общем-то, вот этот участок проходим и уже оказываемся на пляже. Достатка на пляже в ресторанах нет. Они здесь повсюду. Лежаки тоже можно снять в аренду. Лежаков у отеля нет. Вот, например, у Касси, у Байяна и Саи есть лежаки. Ну, вот у нашего отеля, к сожалению, нет. Но можно там, вот у того отеля, снять в аренду. Или вообще в нем даже день, вне сезон, по-моему, они продают за 300 ватт. Это самый негустонаселенный пляж после Майкхао. То есть Бангтао – это что-то такое между Майкхао и Патонгом. Ну, так скажем, потому что на Патонге, на Кате просто уже сейчас лечь негде. Пляж забит. А здесь вы всегда найдете себе местечко. То есть вот у входа, конечно же, самое забитое будет даже. Ну, в сезон, понятно, народу будет побольше. Но если вы вот прогуляетесь, там, не знаю, метров сто, здесь уже нет людей, пустынно. А там вообще в сезон даже вы одни будете. Поэтому этот пляж, конечно, привлекает именно тем, что здесь не так много людей, как на Кате или Короне. И всегда спрашивают про заход в море, да, можно ли с детьми. Ну, если ваши дети плавают, там, не боятся волн. Ну, вот дети плавают, да, волны их плескают. Но здесь, как бы, всегда немножко есть волны и заход не пологий. Но вечером будет отлив. И, в принципе, будет пологий заход в воду. То есть зависит от времени дня. Но этот пляж не так, конечно, не как Патонг или Ката, что вы вот идете, идете и вам по колено. То есть нет, глубина все-таки начинается довольно быстро. Не сказать, что пологий вход, в общем. Но для детей, ну, вполне себе, я думаю, все-таки. Ну, вот, пытаюсь вам показать, да, горочка вот так она сходит. И, в принципе, ну, да, наверное, заход не для детей. Но детей здесь все равно очень много. Ну, в общем-то, если ваш ребенок боится сильно волн, то, наверное, лучше не выбирать такой пляж. Так, ну, вполне себе можно купаться, не опасно. Для тех, кто уже был на этом пляже ранее, увидят изменения. Видите, я думаю, что вы всегда, когда сюда приезжали, лежали вот под этими чудесными, создающими шикарную тень соснами. И теперь не полежать, потому что отель все-таки себя огородил. И своих, ну, гостей, да, чтобы не так обидно было. А то раньше здесь стояли лежаки, не было забора. И все ложились среди лежаков. Вон там у них на травку, ну, кто приезжал. Ну, наверное, это гостям отеля, которые заплатили очень много за этот отель. Это было неприятно. Ну, и вот они, наконец, сделали решение. Я, если честно, за, что, ну, как бы, отель должен быть своя какая-то территория, да, на которую нельзя заходить. Ну, в общем-то, они теперь огородились вот таким чудесным заборчиком. Все палаточки перенеслись уже ближе к морю. А вот это я, конечно, не поддерживаю. Вот эти некрасивые зонтики. То есть сделали бы вот как-то, не знаю, беленькие, красивые. Обязали бы их в едином стиле. Но в итоге плюс, что, конечно, появились лежаки. Их теперь можно снять в аренду. Вот. Ну, в общем-то, пляж потихоньку-потихоньку начинает превращаться в кату короны потонг. Вот. Потому что раньше здесь не было лежаков. И все лежали вот у этих чудесных сосенок. И не было никакого заборчика. Значит, это не хватит. Продолжение следует... 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 и потом угрожают, что отзыв плохой напишем, еще что-то. Но, слушайте, когда человек сел пьяный за руль, это значит, что страховка уже не действует. Второй момент, когда, например, вы собственноручно, сидя за рулем, заехали в глубокую лужу, проехали по ней, машина заглохла. Гидроудар страховой не покрывается. Покрывается только в том случае, если вы оставили машину на парковке, или она у вас стояла на парковке, оборудованной, и вашу машину затопило, она уплыла и так далее, то вы ни в коем случае ее не заводите, а сразу вызываете страховой. Это страховой случай. Но если вы сели в машину и завели машину, то там вот этот гидроудар происходит, и все, это уже не страховой случай. Поэтому на такие моменты обращайте внимание. Это вот самые частые такие бывают, когда конфликтные ситуации возникают. Поэтому вот обязательно об этом читайте. Ну, все готово на урок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а мы уже пришли на завтрак. Очень мне нравится, что работает кондиционер, естественно. Вообще ремонт хороший, все приятно, смотрим, что подают. Начнем с того, что свежевыжатых соков нет. Это, конечно, уже я ожидала, конечно, большего. Думала, будут, но с булочками сейчас в полный порядок. Корпическими фруктами тоже в полный порядок. Помните, я говорила, если есть маракуйя, значит завтрак будет отличный. А еще очень большие чашки для кофе и каша есть. С салатиками тоже в полный порядок. Мне нравится, что каждый раз меняется. Былый салат латутный, в общем-то, разный. Можно собрать себе нормальный салатик. Вот вроде бы выбор небольшой, но как-то подано. Все очень эстетично, красиво. И можно очень красивую себе тарелочку собрать. Смотрите, орешки всегда кишлю есть. Ну, в общем-то, есть чем дополнить салатик. Очень мне понравились колбасы. То есть они такие вот прям идеечка. Ну, то есть оно вроде бы все мало, но очень вкусно каждый раз. Разные салаты подают. Сейчас в Таиланде проходит вегетарианский фестиваль, поэтому вот такие флажочки стоят. И очень много блюд такого характера. Например, грибов сейчас очень много везде подают. На завтрак, кстати, каждый раз все разное. То есть ни разу горячие блюда не постоялись. Они каждый раз все разные. Макарошки всегда разные. Ну, без риса ни один завтрак не обходится в Таиланде. Так, а здесь у нас, я думаю, вегетарианские блюда пошли. Здесь сыртов, грибочки. Так, здесь у нас рисовая каша, мы по-тайски. Есть молочная, я тоже ее уже показывала. Здесь у нас тайское блюдо чикен карри. Ну, в каждый раз, в принципе, разное. Но набор вот примерно такой. Ну, и по стандарту косички, кстати, очень вкусные, нормальные. Вот здесь у них не очень, а эти же помидорки. Ну, и стандартный тайский завтрак во всех отелях. Подают макарошки, нудул, зуб. Выбираете, и вам варят, добавляете все, что хотите. Ну, и вода с лимончиком, бывает с арбузиком, детокс-воду подают. И, конечно же, кофемашина, варит она вкусно. И большая кружка, можно заказать себе дабл латте. Ну, и даже в таком маленьком отельчике нашлась терраса. Смотрите, как уютно, красиво, но мы всегда садимся внутри. Вот так выглядит трансфер. Я, наконец-то, его дождалась. Вам покажу. Едем опять на пляж. Двинулись. Я уже рассказывала, что трансфер ходит как такси по маршруту. Либо вы вызываете по WhatsApp, если у вас есть интернет. Когда вы от отеля едете, говорите, куда вам ехать. Вот он ездит по вот таким точкам. Несколько точек на пляже Бангтау. Мы едем в лагуну. Ну, а так он возит в разные части пляжа. Вот практически по всему пляжу. Гольф. Ну, в общем-то, передвигается по всей лагуне. Самое любимое место вот тут. Порто-де-Пукет. Моя любимая площадка в Таиланде. Площадка. Тоже вам все покажем. Ну, в общем-то, очень удобно, что вот он ходит как такси. Вы говорите, куда вам ехать, и вас везут. Очень удобно. Ну, и для вызова нужно будет написать WhatsApp, когда вы обратно возвращаетесь. Нужно писать WhatsApp, чтобы за вами приехали. Ну, грубо говоря, как такси вызываете. Очень круто, удобно. Еще один способ, как добраться до пляжа, например, или покататься по лагуне, это велики. Они бесплатные. Так, ну, мы уже выяснили, что у отеля вообще нет территории. Единственный его бассейн находится на крыше. Для тех, кто не может сам подняться, предусмотрена доставка. И вся территория расположена на крыше. То есть, больше ничего нет, некуда выйти, только поднявшись на крышу. И с одной стороны открывается потрясающий вид. Вид, конечно, чудесный. Внизу пастбище, приходят черные коровы пастись. С лежаками, как видите, напряженочка, поэтому они сделали их в воде. Но это даже прикольно полежать. И один бассейн ничем не впечатляющий, но размер у него, ну, такой нормальный. Он глубокий, то есть, можно, в принципе, поплавать, но без красивого вида. Это я его вижу. Но когда вы плаваете, вы видите только вот эту вот, я не знаю, закрывающую коммуникации стены. Знаете, я очень люблю снимать какие-то красивые атмосферные видео. Но здесь, наверное, этого не будет, потому что, ну, здесь нет вот такой классной атмосферы. Выглядит все очень классно, виды крутые. Но атмосферы какой-то вот такой чудесной не наблюдается. Кто там давно за мной следит, знает мое отношение к европейским отелям, к европейскому сервису. Я не очень это люблю. Ну, как бы, я думаю, в этом отеле по сезонам, естественно. Но сейчас в основном контингент из Европы, и мне очень сложно отдыхать. Вот я, видите, даже как-то говорю так, потому что даже когда снимаешь, какой-то вот напряг атмосферы чувствуется. Поэтому вот я же, мои видео всегда передают атмосферу, да, здесь она не веселая, а такая немножко, ну, сжимающая. То есть здесь невозможно в полной мере расслабиться, потому что как будто за тобой постоянно наблюдают. Ну, полотенечки берем, записываем. Поднимаемся к сердцу отеля. Вид, конечно, здесь потрясающий, но отель, еще раз напоминаю, вообще не для детей детского клуба нет. Зато потрясающие виды на всю лагуну, красивые инстакоточки у вас точно получатся. И если видом вы точно будете довольны, он действительно потрясающий, один из лучших, то бассейном будете разочарованы, потому что он очень узкий, не глубокий. Ну, в общем-то, знаете, выглядит как длинная ванна. Вот, это я стою тут на полной стопе, то есть не вот так. Вот сейчас я на пальчиках стою, сейчас на носочках, сейчас вообще на стопе. Семейный нет для детей, больше подойдет для пар, молодых, без детей, делать красивые фоточки, полежать на лежаках, то есть полный релакс, с коктейльчиком, с красивым видом. Потому что территорию отеля вообще нет. В общем-то, те, кто семейный рассматривает, лучше, конечно, Кассию, Баньян, Выбратили, Саи. Потому что примерно они в одну и ту же цену, и мне кажется, этот отель больше вот как раз и отсеивает, как больше он летал, но они, видимо, это не прописали. Но, в общем-то, с детьми точно не стоят. Вот весь этот бассейн, вот, где мы находимся, это и есть вся территория. Все, территория, это Криса, отель. Ну, зато мы много времени проводим на пляже, да? На площадке! И на площадке. Не, ну, окрестности, конечно, здесь потрясающие. Здесь отель маленький, но зато мы все-таки находимся в лагуне, да? Да, лагуна, как вы знаете, это просто потрясающая территория, то есть не надо переживать, что у вас нет территории у отеля, потому что вы вышли, и здесь огромная, шикарная территория, позавидуют любой вообще отель. И озера, и прогуляться, и по всей территории ходят шаттлы. От отеля тоже есть шаттл, который привозят в Порто-де-Букет, там и магазинчики, ресторанчики, рыночки. Ну, в общем-то, здесь вы точно не заскучаете, и он, этот район намного лучше, он даже считается лучшим, там, в Азии районом, жилым таким кварталом, отельным комплексом. Это вот прям, я знаете, очень советую сюда приехать тем, кто ни разу не был в Таиланде, да, чтобы не получить вот этого колоритного шока азиатского. Сюда очень приятно приезжать с детьми, потому что здесь везде есть велодорожки, тропинки есть, да, чего очень не хватает в самом Таиланде. Пляж шикарный, это, наверное, один из немногих пляжей, который и оборудован, и здесь цивилизованный, и куча ресторанов, и они очень высокого уровня, и подача классная. Есть, естественно, и макашницы, и на пляже есть, чтобы покушать, и зонтики снять. Ну, в общем-то, вот если Макхау мы берем, там, конечно, вообще нет цивилизации, вам будет скучно, то здесь и пляж пустой, как в Макхау, и еще и цивилизация. То есть, конечно, это идеальное соотношение, но если вы все-таки хотите погрузиться в такой колоритный Таиланд, то вам точно не сюда. Потому что, вот прям колорит такой, это, конечно, Ката, Корон и Патонг. Ну, Патонг вообще там вы умрете от колорита просто. Но вы можете жить, как бы, на Бангтау и съездить там пару раз на Патонг. Опять же, я знаю, у Кассии точно был трансфер, он 100 бат стоил, они отвозили. Ну, в общем, в любом случае вы сможете на такси, на машине добраться. Машину, кстати, можете снять у нас в аренду. В общем-то, можете добраться и посмотреть все эти достопримечательности колоритных Таиланд, а потом приехать на себе вот в эту лагуну. Ее не даром так назвали. Ну, в общем-то, всем советую. Ой, шарики полетели. Да, кто-то шарики отпустил. Классно, очень красиво. Ну, в общем-то, райончик очень классный. Обязательно посмотрите обзор лагуны, пляжа Бангтау. Он очень длинный, большой, красивый. Но здесь заход в воду не пологий. То есть вы заходите, и вам уже практически сразу по пояс и по шейку. То есть те, кто за детей переживают, конечно, будут очень сильно переживать и стрессовать. Потому что, ну, это не такой заход, как на Кате или на Патонге. Вы сразу заходите, и как бы и волны, бывает, поднимаются. А вот к вечеру поменьше. Ну, посмотрите обзор пляжа Бангтау. Скучно, скучно, грустно нам. Но для романтического путешествия вполне себе. Никуда ходить не нужно. Все красиво, все удобно. В принципе, для пар вполне себе сойдет. Есть небольшой бар на крыше с напитками. Можно заказать снеки, кокосы, напитки покрепче. Ну, в общем-то, все как везде. Бар есть, если что. Естественно, есть счастливые часы. Ну, а цены вот такие. Ой, слушайте, тут хорошее меню такое. Можно перекусить. Ну, в общем-то, цены смотрите, запоминайте. Гамбургеры, ну, все очень вкусненько смотрится. Вполне себе, кстати. Так, ну, суп почем? 580. У меня там ваше. О, какие вот этот очень вкусные. Мороженое. Мороженое. Продолжение следует...